Власть в течение двух месяцев полностью игнорирует, не делает никаких шагов. Конфликт, изначально возникший на почве евроинтеграции, сейчас перерос в противостояние власти, коррумпированной, уголовной, криминальной власти, не живущей по собственным законам, и народа Украины, который эту власть терпеть больше не желает. В Киеве происходят события, о которых, я думаю, все мы знаем. Там недавно начали погибать люди, очень много раненых. Сейчас Харьков собирается в поддержку того, что происходит в Киеве. Там уже сейчас есть наши ребята, там есть достаточно много людей из Харькова, но не все, к сожалению, могут приехать. Поэтому мы собрались здесь, чтобы выразить свою солидарность с ними. Я считаю, что эта акция может внести вклад в наше дело, в противостояние режиму. Почему? Потому что сейчас публикуются карты Украины, поделенные по областям. Сейчас Харьков остался в числе немногих, там, по-моему, штук 5 или 6 областей, в которых ничего не происходит еще. То есть в всех остальных областях демонстрации, как минимум, происходят масштабные, а как максимум захватывают здания обл. госадминистрации. Харьков пока остается полностью в стороне. И я считаю, во многом это происходит, потому что люди в Харькове не знают, что происходит. То есть средства массовой информации далеко не полностью освещают события. В Харькове очень много неинформированных людей. Как минимум, мы здесь соберемся, может быть, сможем кому-то рассказать кто-то, кто был в Киеве, сможет рассказать кому-то, кто не был в Киеве, как там на самом деле все происходит, почему, за что мы стоим, потому что мы сейчас здесь не за оппозицию, не за этих трех лидеров наших. Мы здесь против власти. То есть это самое главное, не за евроинтеграцию, не за оппозицию, не за кого. Как-то так. Мы тут собрались, чтобы показать Харькову, что в Харькове тоже есть святомые люди, которые поддерживают Евромайдан и которые против влады и хотят, чтобы лучшие изменения не стали в нашей стране. Буду сподіваться, что люди, которые не в курсе ситуации, увидят, что есть люди. Можливо, кто-то сидит дома и не думает, что есть такие однодумцы, как мы. Поэтому буду сподіваться, что это приводит какомога больше людей до нас. Ну, собственно говоря, мы сегодня собрались здесь в поддержку Киевского Майдана, вообще Евромайдана и в поддержку того, что сейчас текущая ситуация в стране, в Киеве, в других городах. Нам, собственно говоря, очень больно и обидно, что наш президент, увы, не слышит наш народ. Поэтому мы все здесь. У нас мирная акция, совершенно мирная. Мы хотим просто немножко разбудить наших харьковчан, показать, что нужно, в общем-то, отстаивать свою точку зрения, не просто точку зрения, а свое достоинство, потому что уже третий месяц власть не слышит свой народ, значит, нужно напоминать о себе постоянно. Ну, где-то так. Другие Харьковья находят на мирный протест. Бо мы все стоим уже очень долго, что в Киеве, что в разных местах Украины, а жодного раза президент даже до народа не вышел. Что это за президент, который не слушает свой народ, когда люди выходят на Майдан? То есть мы закликали президента до переговоров, для выслушивания тих умов, что сказала ему оппозиция. То есть, когда президент не идёт на поступки, то это не будет никакого компромиссу. Я думаю, что самая влада должна идти на поступки. Тим паче, после того, как БЕРКО действует так незаконно, так избивает наших активистов, скажите, пожалуйста, что это не фашизм? Чи не против этого боролися наши дяди, когда оголених людей раздевали и кидали в землю? Когда фашисты шли, нападали на наших мирных людей, разоголяли их и знущались. Это про фашизм, я вважаю, что их должны судить, судить по закону, а не нагороджувати. Поэтому прихай президент этим займется и наша влада. В нашей стране такие акции неэффективны, потому что никто из влады ни разу, ни наш глава облдержадміністрации, ни наш мер, ни разу не пришли на митинг. Они могут только сгонять бюджетников туда, хотя я не понимаю, что это за учитель, который идет на акцию не по своей воле. Почему он должен научить детей, если он придет свою гордость и честь? Поэтому, если бы кто-то пришел хоть раз и рассказал их дочку сгору, а они же говорят, что у нас нема Майдану. Хай бачить, что люди есть, люди не справляют в Харкове, тоже есть. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Я очень прошу, девчата в сузу, Julesivatки, иди, такие парни, иди, такие парни! Ради, та привет, иди, такие парни! Так прав floating! Ради, по-нас deep. Банду-хей! 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 Чисто пооратися. Банду-хей! Харків пиєм разом! Харків пиєм разом! Хай буде свобода людей, хай всі мають однакові права. За свободу, за честь, за кохання, за Україну! Банду-хей! 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 Революція! 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 Революція в 108 начальника Революція! Революція! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok